Сейчас вы узнаете о технологиях будущего из фильма «Звездные войны», которые существуют прямо сейчас. Карамбо ТВ Все помнят сцену со спидербайками «Возвращение джедая». Ман Де Рож, глава компании Airfax, тоже, по-видимому, любил эту сцену. Но в отличие от всех нас, любит ей позырить телек и поваляться в ванну. Де Рож собрал волю в кулак и тупо воплотил ее в реальность. Чувак, вдохновившись фильмом, сделал это низковысотное двухроторное воздушное судно. Либо ховербайк. Согласитесь, крутая штука. Один вид этого ховербайка может заставить любого фаната «Звездных войн» продать Сэбэя свою коллекцию органов. Просто так. Сладко. И пофиг, что почек нет. Их все равно не видно. А теперь плохая новость. Поехать в магазин и купить ховербайк вы можете еще не скоро. Учитывая его цены в 50-100 тысяч долларов. И нацеленность на сельскохозяйственные работы, охрану границ, перевозки по австралийским прелиям в Восточной Африке, средства передвижения сельских врачей в трудонаступных регионах. А где строчка пацаны, которые хотят просто доехать до ларька за пивом? Почему с этой повседневной надобностью так никто и не считается? Реал-лайф-спейдер-байк? Конечно. Реал-лайф-спейдер-байк? А сейчас, между прочим, 2013 год. И где это все? Это в прошлом, Леон. Мы-то думали, что к этому времени мы будем жить в полностью голографически лазерном мире, а вместо этого получили лазерные указки, которые созданы для того, чтобы угнетать кошек. И это будущее? Что ж, военные, наконец, со стрипом начинают воплощать луч смерти в жизнь. Недавно американский флот протестировал лазерную пушку на боевом корабле и дал ей оригинальное название. Лазерная оружейная система. Круто. Вообще не ожидал этого. Очень неожиданно. Но что это такое? Что за консерватизм? Блин, ребята, это же лазерная пушка. Назовите ее разъебашиватель. Отличное название. Огромное, здоровое. Пушка разъебашиватель. Все страны боятся разъебашивателя. Вот так выглядит огонь на поражение из корабельного лазера. Да, ребята. Вот такая вот тишина там. Что это за херня? Ничего даже не видно. Это будущее? Где же пил-пил-пил-пил? Где это все? Чтобы посмотреть лазера на корабле, нужен дым. И это будущее? Нужно много дыма, чтобы увидеть этот выстрел. Дым! Блин. Да, правильно, Ян. Ставим на блюда хотя бы звучок пил-пил-пил. А то только уснуть за этой пушкой можно. И все. И солдат умрет, когда уснет. Да. Скучно же, пи***ц. Недавно в наше время увидеть лазерную битву без дыма. И именно поэтому-то ученые не могут создать лазерные мечи, как в «Звездных войнах». Фильм «Империя наносит ответный удар» начинается с того, что «Империя» посылает дроидеров-разведчиков на планету Ход, чтобы найти повстанцев. Как вы помните, этот дроид умел парить в воздухе над землей и искать сенсорами живых существ. Похожая штука еще и в «Матрице» была. И обе они пугают своей насыпомообразностью. Так и хочется взять свернутую газету и шлепнуть эту тварь. Так вот, такие дроиды уже существуют в наше время. Об этом позаботилась компания MLB, разработав беспилотное воздушное судно ВИБЭТ. Этот ВИБЭТ, по словам разработчиков, обладает вертикальным взлетом и большим запасом хода. А это значит, что он умеет парить в воздухе с трехкилограммовым грузом 10 часов подряд. Почему ВИБЭТ? Мы бы с ребятами его назвали «парящий член». Он похож? Ну, хозяин-барин. Окей. Этот дроид был создан агентством по оборонно-научно-исследовательским разработкам DARPA в США. Основной задачей этого допиненного ВИБЭТа стало залезать в труднодоступные места и доставлять туда груз. DARPA не уточняет, что именно за груз. Но я думаю, что это пицца и линж. Как видите, у него уже неплохо получается справляться с такой важной военно-политической задачей прицеплять карабин к стремянке в центре пустыни. Вау! Отлично! Отлично ВИБЭТ справился с работой! Молодец! Иди сюда, малыш. Иди сюда, малыш. У ВИБЭТ есть электронные глаза, с помощью которых он может успешно понимать расстояние до цели, приближаться, доставлять груз, отдаляться, отступать. И все это без участия человека. Без собиратора. Сам по себе. Ходит, смотрит, а... И такой уходит. Ну-ка нахрен. Это очень круто для робота по сегодняшнему стандарту. И хотя пока что они используют неподвижные цели, сами понимаете, что вскоре они натаскают их на движущийся объект и будут ловить их с трёмной робок-лешнё. А так как дроид полностью автономный, он может ловить людей без участия оператора. Просто по приказу. Эй! В Звёздных войнах есть маленькие шарообразные роботы, которые летают себе в воздухе возле космического корабля и выполняют всякие технические задания. Например, подносят гаечки, молотки, закручивают что-то, производят разведку. Ну, короче, гастарбайтеры. Да, лазер и способность летать — это как раз те две вещи, которых всегда не хватало нашим гастарбайтерам. Увидев их в кино, учёные сами решили создать таких шарообразных роботов. Студенты Массачусетского института при поддержке НАСА и Министерства обороны создали таких роботов, которых назвали... Сфера. Эти роботы способны выполнять различные задачи в условиях невесомости. По сути, это представители ЦУПа на орбитальной станции. Они летают по станции, проверяют приборы, проводят их диагностику, подсматривают за спящими космонавтами и, в общем-то, делают всё то, что прикажут им учёные из Центра управления полёта. На сегодняшний день на борту МКС уже три таких робота. И если вам интересно, они управляются через смартфоны. По сути, эти роботы двигаются лучше, чем люди по МКС. Потому что людям постоянно приходится отталкиваться, цепляться за что-то. Нет, ну, конечно, астронавты могут выпускать газы, но двигаться при помощи них никто ещё не научился. А может быть, в космосе вообще пукать не хочется? Пукать хочется только на Земле? Сегодня протезирование развивается очень быстро, и уже сейчас некоторые люди ходят с механическими руками и ногами, которые управляются с помощью их нервной системы. Но у многих, даже самых крутых протезов, нет одной главной фичи. Они не могут ничего чувствовать. Зачем они тогда вообще нужны? Странно всё это. Чтобы бить. Подумайте сами. Если вы бы не могли разначать усилия, с которыми вы вкручиваете болт или, например, ласкаете сосок... Но на помощь спешит всё та же DARPA! Ранетт! Программа, которая была создана специально для того, чтобы подключаться к нервам пользователя и управлять его движениями. Другими словами, этот мужик управляет своим протезом так же естественно и бездумно, как управлял бы своей устаревшей мясной рукой. Мало того, он может чувствовать сопротивление объектов протезу. Конечно, эта технология далека от совершенства. Например, в ролике со стаканчиком его борода явно поймала больше кофе, чем его рот. Но она работает достаточно хорошо, чтобы, например, поймать платочек на лету. Также она помогает попадать купюрами в трусы с цептизёршем и многое другое. А вот интересно, за разработку киберпенисов уже кто-то взялся? Я взялся! Мужик! Ребят, дополнительную информацию вы можете отыскать в группе. Там куча всего интересного. Заходите, смотрите и обсуждайте. Если кто-то не досмотрел и захотелось досмотреть еще что-то, что я не показал, все там, короче. А почему я сюда показываю? В подвал? Все в подвал! Пойдем в подвал! Вряд ли кто на несмешную шутку тебя спросит. Ты что, Джим Керри? Доброе утро, господи и господи! Меня зовут Джим Керри, и как вы сегодня? Все в порядке! Все в порядке! Ах! 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 Ах!